Я вам поведомляю еще раз, уже багато раз сказал, еще раз скажу. Если мы пропадаем из эфиров, то это из технических причин. Мы сразу восстановим работу, как только сникают все технические неполадки. Поэтому остается с нами. А так мы 24 часа на день на Майдане и на снафляции. Дуже много вопросов, что там происходит на Европейской площади, на так называемом Антимайдане. Наразі там майже никого нема. Мені люди поведомляють, тобто людей дуже мало. Але там вранку я був і знімал. В онлайне показывали, что произошло. Сейчас я вам кину посылания. Субтитры создавал DimaTorzok Так, если у вас в режиме хайч виснет картинка, то включайте, вмикайте 240,5. Все будет нормально. Правда, якийсь трошки погиршиться, але то ничего страшного. Ромич 0909. Если ты в нас записываешь, то так обязательно. Мы завтра пойдем на Этимайдан. И також сегодня мы еще планируем туда сходить, но немного позже. Хочем поделиться, что там будет происходить. Ну, поздно вечером, скажем так. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрий вечер, Украина. Я хочу сказать, что наши друзи останний куплет своей песни написали украинскую мову. Они очень хвилюются, чтобы вы разумели смысл этого куплету. Поэтому перед тем, как они заспевают эту песню, я вам зачитаю этот куплет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что они выступают периодически, какого-то четкого графика нет, поэтому мы сами не знаем, когда они будут выступать. Как только появляются какие-то новости, которые негайно нужно озвучить, они выходят на сцену, то их озвучивают. Будьте с нами, вы сами, вы первые это увидите. Как чудово украинская молния! Дякуемо! Дякуемо! Вы только посмотрите, как они красиво вымчали эти прекрасные украинские слова, с какой душой они спевали. Дякуемо! Айси из Килле! Айси из Килле! Я хочу поведомить всем, кто смотрит нас на всех лучших ресурсах, потому что нас сейчас ретранслюют очень много интернет-ресурсов, как в Украине, в России, так и за кордоном. Если вы хотите стать дописывающим в чате, потому что не всюду есть час, заходите на сайт «Спильное бачение», там есть чат. Потому что они просто, потому что их так начинаете вы подтискать, а они так, как смеются мне, но уже не дыхают. Шановные друзья, сейчас я имею честь запросить легендарную человеку... Виталій Головко, ты спрашиваешь, что я думаю про Захарченко, я лучше про Мовчу. Я тут не для того, чтобы высловывать свои думки, а для того, чтобы показывать, что происходит, а выставки вы делаете сами. Колишний глава парламенту, князь Карен Шварценберг, он очень, как говорится, очень дивно добровался сюда разными шляхами, но он хотел сюда приехать. Скажу одну думку, яку мені озвучило декілька людей, которые, в принципе, понимают, что происходит в том, что на данном этапе намагаются сюда замазать в это действие. Такое происходило с 30-го, а также во время пробки разогону Майдану, тех людей, которые до этого не причинны. Я думаю, сейчас все расставят на своем месте. Доброго дня, Другого дня, Другого дня, Другого дня, Друзья, я сердечно вітаю вас тут. Я приехал сьогодні з Праги и маю сказать, что мы в Празе очень следуем за всеми событиями, которые у вас тут происходят. Я маю сказать, что мы схиляем голову перед мужностью, с которой вы тут стоите и вы держите не только морозы и страшные холоды, которые у вас тут есть, а также те репрессии, которые вы тут поддаете. Я маю сказать, что я не впервые в Киеве в Украине. Примерно 24 лет назад я был в Гельсинской спелке «Справ людини», и я приехал поддерживать Украинскую Гельсинскую спелку. До речи, хочу вам поведомить, что я никого не видел таких черв до пункту роздачи їжи, как сегодня. Я думаю, что здесь действительно очень много людей из Антимайдана, которые пришли хотя бы поездить. Это точно. Потому что черви невероятные. Массовая демонстрация не идет из-за нашего общества. Это еще и наш обществ. А в Броуфарм где-то так и уже жить. В конце концов, мы должны дать диалог. Диалог как с позиции, так и с ранним странам. Я просто в захоплении от того, что у вас тут происходит. И маю сказать, что я захоплюсь от того, что у вас тут происходит мирно. У вас тут проходят величезные демонстрации. Велика кількість людей, но нет никакого насиления. Вы пытаетесь все решать мирно. И я правда захоплюсь от вас через это. Сейчас Украина стоит перед великим выбором и тяжким выбором. И его нужно сделать. И насамперед, нужно пытаться найти и установить диалог. Диалог не только с опозицией, а и с владой, и с панующей партией. Возможно, выбором выбороваться, что провокаций, не очень важнейших уколов, но единственное, что я хотел вам сказать. Полетала, кто-то, как министр за границей, я хочу бороться о припоеме украинских эмоций. Я могу вам сказать, что вы должны уникать провокаций. И не можно поддаваться на провокации. Также я хочу сказать, что будучи министром закордонных справ своего времени, я много бороться за то, чтобы Украина приедналася до Европейского Союза. Часто мне была... Часто мне была... Часто... Часто мне была кладена оттазка, Я просто так ангажую, что в Европе немає доем, где украинские отопробности стоят. А я себе спрятую вас, что такое... В общем, мое слово для них просить того, что все будет и доказать. Вы доказали, что в Украине все будет в области, все будет в области. Мені дуже часто ставили запитання, чому я так прагну того, чтобы Украина была в Европе. Синьо, прохладно. Ти запитуєш, яка погода прохладно, десь в межах нуля градуса на Майдані зараз. Повідомляю вас так, що за півгодини на сцене має бути Вакарчук. Повідомляю вас так, что вы сделали и что вы сейчас делаете. Потому что сейчас вы свидетельствует о том, что Украина хочет быть в Европе. Украина хочет быть виноватой и независимой. Украина готова. Повідомляем вас, все до вас. Я еще раз хочу поддякувати вам за то, что вам удалось сделать, и на знак того, что Чехия с нами, Чехия вас поддерживает, мы следуем за тем, что у вас происходит, мы хотим сказать, что мы на вашем боце, и в знак этого я хочу передать наш чехский прапор вам. Я зранку був, можливо, кто-то не знает, я зранку був на Антимайдане, ввел прямую трансляцию, зараз кину посилання запису, вы можете подивиться, что там відбувалося зранку. Давайте від імені Майдану подякуємо! Я скажу, нам дуже важлива ваша підтримка, і ми розуміємо, що на нас дивиться сьогодні весь світ. Тут на Майдані вилічуються не тільки майбутнє України, але й майбутнє Європи, і ми знаємо, що спільно ми переможемо. Я передаю український прапор в знак того, що Україна – це Європа. Україна – це Європа! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А трансляції може бути в гостеробіде. Треба, щоби в Руселі було бачити трансут. Я теж від імені громадського сектору страшенно вдячний. Це не просто прапор, це прапор країни, котрій є взірцем інтеграції у Європейський Союз. Тому розуміємо, що революція – це тільки початок нашої інтеграції, і прапор нам цей знадобиться. Дякуємо! Дякуємо Харенов, Шварценбергов! Ох, їх ж багато вас! Хрещадик, встелений українським людям! Пагорби на Майдані всі встелені! Позаду сцени також, що мало людей! Якби наша воля, ну, наша воля є, але не хочемо, так би мовити зараз, випробовувати нерви там чиїсь, то ми би і доподобу розтягнулися, правильно? Але то вже така справа. Дамо можливість, хай там послухають свою мурку. А ми з вами будемо слухати гарних українських пісень, і не тільки українських, оскільки в нас є наші гості. І питання не в тому, справді зараз, як ніколи, Україна об'єднана. Ми чуємо тут російською, українською, хлопці там на барикадах, будують, стоять поруч, розмовляють той російською, той українською. Жодних проблем. От кому збрило в голову вбивати в клин це в українцях, що ми різні? Робити якось офіційну другу державну мову? На що? Людям це не потрібно, все нормально. От є якась проблема, тут ж маса людей російськомовних. Є якась проблема? Зовсім немає. Ми слухаємо пісні української, російської. Ми слухаємо білоруської, польської, чеської, литовської. Завтра в нас будуть польські гурти також. Сьогодні в нас був литовський. Шановні друзі, вони, мені шкода, от чесно, от якби йому хтось показав в онлайні нашу, наші тут перебування. Ну йому ж цього не покажуть, розумієте? Йому ж теж там скажуть, що там якась купа зібралася там, ну щось собі там робне в дискотеках. У нас не дискотека, шановні. У нас великі мори прекрасних людей, які під музику, під хвилю, музики і пісні роблять легенькі хвилі. Бо великий, так знаєте, не розженеться, бо дуже багато вас. Це хвиля добра, це хвиля правди, яка хоче встановити справедливість на цій землі. Тому ми тут разом з вами. Шановні друзі, поки за нашою спиною хлопці розкладають інструменти для гурту, який ми анонсували, поки не називаю. Це потребує часу, звичайно. Але ми не будемо сумувати, бо в нас, наприклад, зараз прийшла наша відома українська співачка Анастасія Приходько. Вона теж хоче заспівати декілька пісень. І ми з задоволенням даємо можливість. Прошу, Настя, є? 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 Куди спішла? Ні, є. Давайте привітаємо Анастасію Приходько. Шановні друзі, чесно вам скажу, тією, позавчорашньою, бо я вже якось збиваюся з цими сутками, добами, в ту ніч, одним словом, коли нас хотіли загнати тут, як то кажуть, задушити. Я був тут на сцені, на хвильку хотів збігти. От, мені каже, там охорона, навіть нікуди не цей, стій тут на сцені, треба людям дух піднімати. А там неподалік сцени, Настя стояла, вона була шокована, вона плакала, я бачив ці сльози. Я кажу, пішли на сцену, вона каже, я не можу. Це так треба довести людей, щоб люди були в такому шоці, щоб були сльози, щоб був страх від того, що відбувається від цього злочину. Але сьогодні Настя взяла себе в руки, прийшла і заспіла. Слава Україні! Дякую вам усім. Я хочу заспівати зараз пісню. Це пісня Віктора Цоя, група крові, бо в нас єдина група крові з вами. Дякую вам усім. На западах. Мягкою кресло, клетчатый плеч, неожатый волків'я в урок. Солнечний день, восьмі пітельных знах. Група крові на рукаве, Мой порядковий номер на рукаве, Пожелай мене удачі мою. Пожелай мене удачі. Пожелай мене удачі. Пожелай мене удачі. Пожелай мене удачі. Пожелай мене... Пожелай мене удачі.